Дневной разворот Да, опорного вуза Каким образом они могут помочь кировчанам У кого есть какие-то идеи Проекты дизайнерские, инженерные Еще что-то Я так понимаю, что вузи готовы помогать Разрабатывать более детально Все эти проекты Готовы предоставить свою базу Насколько я понимаю А вот по поводу проектов и идей Которые собираются ученые Помочь реализовать Я тут не совсем понял Что за масштаб этот идей Мы на самом деле у наших гостей Помнишь, как в советское время Было популярное слово Рационализаторское предложение Вот может что-то рационализировать За это даже премии выдавали Может быть какие-то есть сходства С той самой системой В этих предложениях ВИАТГУ В общем, выясним после 12.05 У Ивана Губина и Виталия Лисовского В первом части у нас Проблема пассажирских перевозок И тему я сформулировал Следующим образом И по-моему угадал Система пассажирских перевозок В районных областях На грани краха Со знаком вопроса Потому что зная ситуацию И ситуацию про одному Уржумскому району То, что было 5-10 лет назад И то, что сейчас С пассажирским сообщением Ну это совершенно разные вещи И не в лучшую сторону Сейчас отличается Эта ситуация Автобусное сообщение Маршруты регулярные Их все меньше и меньше И много чего отменено И для многих Действительно проблема Как добраться Из населенного пункта Одного в другой Полегче тем У кого есть личный транспорт Ну а у многих Его конечно же нет И не будет в силу доходов В том числе Тут в зоне Особой незащищенности Люди пожилого возраста Пенсионеры Инвалиды В силу возраста Я еще хотела сказать Потому что далеко не все Себе сейчас могут Просто физически позволить Ездить за рулем И еще один повод Для нашей сегодняшней беседы Это недавняя поездка Региональной группы Общественного контроля За ремонтом И содержанием дорог Вятские поляны Да Вятские поляны И вот как раз Тоже там тема Это поднималась Руководители региональной группы Общественного контроля В нашей студии Это Константин Сичихин Добрый день Добрый день Кроме того Член общественной палаты Кировской области Член регионального штаба ОНФ И член общественного совета При федеральном дорожном агентстве Да Пока член общественной палаты Да, следующих представления наших гостей. Это как-то грустно прозвучало. Ну, посмотрим. Следующих представления гостей. Денис Парлок, генеральный директор Кировского автотранспортного предприятия. Денис, здравствуйте. Добрый день. И Сергей Николаевич Федянин, начальник отдела транспортного контроля Министерства транспорта Кировской области. Добрый день. Добрый день, да. Сейчас перед нами, видимо, документ еще не опубликованный, да, нигде. Мы пока о нем не будем говорить. Но это нам Константин, собственно, передал для того, чтобы мы ознакомились по подробнее с ситуацией. Возможно, в открытом доступе этот документ появится. Давайте обрисуем сначала ситуацию с пассажирскими перевозками в районных областях. Наверное, стоит обратиться к Сергею Николаевичу Федянину, да, как начальнику отдела транспортного контроля. Давайте поясним про отмененные маршруты. Пожалуйста. Ну, на сегодняшний день следующая ситуация сложилась, которая негативно отражается на ретабельности и доходности транспортных организаций, предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на регулярных маршрутах. Так, на сегодняшний день приостановлены маршруты. Это Санчурск-Киров, Лебяжья-Киров, Кикнур-Киров, Малмыш-Киров и Киров-Нагорск. Основная причина... Пять районных центров, да? Пять районных центров. Основная причина – это отказ от обслуживания маршрутов перевозчиков в связи с снижением пассажиропотока. Опять же, действие перевозка пассажиров по заказу и такси. Вот сейчас мы поясним, что такое перевозка пассажиров по заказу. Чем отличается по заказу? Дело в том, что регулярные пассажирские маршруты, они требуют получения перевозка пассажиров по регулярным маршрутам, требуют получения лицензии. Это, соответственно, собор необходимых пакетов документов, необходимо согласование. Они должны иметь необходимую ремонтную базу, стоянки, проходить предрессовый медосмотр, контроль к их состоянию перед выпуском на линию, страхование пассажиров при перевозке и так далее. То есть достаточно большой и объемный пакет документов и согласования. А лицензированием как раз в Министерстве транспорта занимается? Нет, лицензированием пассажирских перевозок свыше восьми пассажирских мест автобуса занимается территориальное управление Госавтодорнадзора. Они занимаются. И контроль осуществляют тоже они. В то время как перевозки пассажиров по заказу, они не требуют сбора этих документов. То есть просто люди принимают заказ, оформляют заявку, составляют список пассажиров. Это можно сделать прямо на месте, грубо говоря, на коленке. И перевозят пассажиров. Лицензирование требуется, объем документов для сбора и согласования не требуется. Действующим законодательствам это просто не предусмотрено. Но в настоящее время в Госдуме уже в первом чтении принят проект федерального закона, которым предусматривается лицензирование заказных пассажирских перевозок свыше восьми пассажирских мест. Это автобусы. И надеемся, что принятие этого закона будет способствовать легализации пассажирских перевозок. И мы уйдем от этих вот, как мы их называем, нелегалов. То есть уйдем от частников, которые не проходят предрейсовый контроль, не страхуют пассажиров, не отвечают за их здоровье и жизнь. А как это выглядит на самом деле? Вот человек, имеющий автомобиль, он просто распространил, например, свой номер телефона. Нет, это, давайте поясним, автомобиль это что? Либо автобус, либо такси, это машина. Еще момент я поясню, что такси. Это, значит, восьми пассажирских мест такси. Легковое транспортное средство. Значит, для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа... Тоже нужно лицензия. Нужно специальное разрешение. А называется разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа Легковое МТС на территории Кировской области. Это уж точно Министерство транспорта занимается. Этим занимается Министерство транспорта. То есть осуществляет прием документов необходимых, проводит необходимое проверочное мероприятие. и установлены сроки и выдают разрешение, которое действует на территории Кировской области и на территории ряда соседних регионов, кроме Пермского края и Татарстана. Пермский край мы просто растургли это соглашение, а Татарстан изначально не подписывали. Изначально не было сгорания. Да, здесь надо отметить тот факт, что разрешение выдается на конкретный автомобиль. То есть привязка идет к госномеру, к марке, к модели, но не на водителя. В то время как неизвестно, кто вас перевозит. Может быть водитель, который был пять раз лишен водительского удостоверения. Да, может быть, который вообще его не имеет. Соответственно, ездим по городу, часто видим на автомобилях реклама выдачи разрешений без ИП, разрешений такси. То есть можно даже, условно, никуда не приезжать, не в Министерство транспорта. Как это все обходят, я думаю, что тоже это известно в других регионах. Я могу пояснить, что значит без оформления ИП. Любой индивидуальный предприниматель может взять транспортное средство в аренду. У нас прописано в 69-м федеральном законе, что для получения разрешения нужно иметь в собственности транспортное средство, ну и перечисляется необходимое законное право использования. То есть лизинг, договор аренды и так далее. Составляем договор аренды на транспортное средство и получаем разрешение на это транспортное средство, но на индивидуальный предприниматель, допустим, Иванов. А машина принадлежит Петрову, условно говоря. А ездит за рулем Сидоров. Почему? Нет, ездит Петров. У него это личное транспортное средство. Он не является индивидуальным предпринимателем, но имеет разрешение на деятельность такси, выданное на это транспортное средство, но выданное другому индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. Законность соблюдена. То есть он имеет право. Все, вот это, что значит без оформления ИП. Но при этом надо понимать, что ответственность за прохождение преддействия медосмотра, за организацию, за организацию контроля техсостояния перед выпуском на линию несет индивидуальный предприниматель. Тот, который получал разрешение на это транспортное средство. Но чаще получают на фирму, а потом благополучно ее ликвидируют, закрывают или просто налево человека оформляют. То есть, соответственно, индивидуальный предприниматель, да, может своим имуществом пострадать, а фирма, она только уставным капиталом пострадает. Соответственно, пример регулярно привожу, когда водитель на пермском автомобиле такси сбил двух сотрудников ГИБДД на смерть. Недавно у этой же фирмы, не знаю, была ли... Это вот случай в областном центре? Да, это было у нас полгода назад. Вот это где вынесено судебное решение? Да, фирма была на обществе с ограниченной ответственностью. Водитель тоже подтверждает, что я спал буквально полтора часа сегодня. Не знаю, наказано ли юридическое лицо, но где пропаганда тогда ГИБДД? Если наказано, значит, должны на всю область раструбить, что у нас наказано. Вынесли там 500 тысяч штрафов, больше, чтобы неповадно было. Неделю назад у этой же фирмы, насколько я знаю, потому что номера похожи, автомобиль, водитель на автомобиле, пьяный таксист, задевают два автомобиля и въезжают в стол. У этой же самой фирмы, опять же, где пропаганда, что мы накажем, мы разберемся, мы сделаем так, что эта фирма больше не будет работать на территории Киевской области. Это, ну, условно, в черный список его занести. А механизмы-то есть это сделать? Я думаю, что механизмы есть, но почему-то их в последнее время не используют. Таких случаев много. Пример, месяц назад под Орловым разбился микроавтобус. Не было разрешения на такси, то есть нелегальная перевозочная деятельность пострадала. 7 человек, 2 несовершеннолетних ребенка. В интернете, в социальной сети полностью все описано. Мы ехали с ним вчера, мы ехали утром. Да, он гоняет. По какому маршруту он курсировал? Тужа Киров. Тужа Киров. А он по заказу или такси? Он такси, до 8 мест у него автомобиль. Кто-то пишет, он не от хорошей жизни туда пошел. Но, извините, у него автомобиль за полтора миллиона. Я не думаю, что он плохой жизни пошел таксовать. И, соответственно, опять же, ГИБДД молчит. Они наказали, выявили, что это нелегальный перевозчик. Нет. Скорее всего, просто он как обычный водитель, который вез своих друзей, родственников, попал в ДТП. За это надо наказывать. Сейчас вот эти люди, которые пострадали, слава богу, без летального исхода, они вряд ли что-то вообще получат. Они не застрахованы, соответственно, в отличие от легальных перевозчиков, где в цену билета включается определенная страховка. Это публичный договор, который заключается между перевозчиком и пассажиром. То есть по этому билету можно предъявить любые требования. Это документ. Конечно, да. Соответственно, этот человек не может этот билет выдать, потому что он ни ИП, ни ООО, ни перевозчик, никто. То есть просто сел на своей машине и поехал. Безусловно, неизвестно, сколько он находился за рулем, может быть, сутками. Две недели назад, по-моему, или где-то месяц назад, также вязкополянский таксист перевернулся на автомобиле. Тоже так же не было ни разрешения, ничего. Соответственно, факт того, что это был таксист нелегальный, опять у нас скрыт и не распространяется. Более того, этот человек купил уже другой автомобиль, на Ларгусе это было. Другой автомобиль купил и дальше продолжает ездить. Все. Он ничем не пострадал. В этом случае, когда пассажир не застрахован, нелегальный перевозчик, насколько я понимаю, ответственность, то есть неответственность, а возмещение будет только в рамках ОСАГО. Если ОСАГО имеется, ущерб по здоровью до полумиллиона рублей. Как правило, судебные заседания и тяжбы, это очень долго к этому времени, могут себя все переоформить, снять и взыскать нечего будет. Мне кажется, если люди пострадали незначительно, вряд ли они будут с этим связываться, чтобы наказать кого-то. Могут быть знакомые, раз они ехали в Святских полян, соответственно, город небольшой, может быть, там все друг друга знают. Давайте сделаем небольшую паузу, подошло время прерваться, скоро продолжим. Ой, мы вспоминаем аварии, произошедшие на дорогах нашего региона, да, с участием вот таких нелегальных перевозчиков. И ведь надо понимать и предполагать, что если не наводить порядок в этой сфере, то таких случаев трагичных будет больше и больше. Но мы не застрахованы от этого, да? И вопрос-то как раз получается в том, что случаи-то все больше и больше, но про них очень мало говорят. Потому что и сотрудники ГГДД в данной ситуации эту информацию просто-напросто скрывают. Да, у нас в сводках проходят аварии, но не говорит о том, какие аварии, с кем, сколько пострадавших и кто такие пострадавшие были. У нас в основном в данной ситуации это идет просто авария с такими-то лицами пострадавших. Водители и пассажиры. Да, водители и пассажиры. И какие еще объяснения берут сотрудники ГГДД? Вот надо, конечно, задать вопрос. В данной ситуации, если бы объяснения брали правильные, то, что это были пассажиры, а не просто пассажиры знакомого, да? То в данной ситуации эта статистика бы увеличилась. Все работают на статистику и никому не охота показывать не свою работу по данной отрасли. Если в федеральном центре услышат, что в Кировской области каждую неделю разбиваются таксисты нелегальные, то давно бы была установка зачистить все. Зачистить полностью рынок от нелегальных перевозчиков. Но это замалчивается, непонятно для каких целей. Соответственно, вот мы не видим эффект от этого. А вот сейчас у меня тогда возникает вопрос. Все-таки любая услуга на рынке, как мне кажется, она появляется в тот момент, когда на нее появляется спрос. Правильно? В том числе. Вот эти нелегальные таксисты, нелегальные перевозчики с автомобилями вместимостью более 8 человек. Они же появились не просто так. Не более. Не более или более? Не более 8. Есть более 8 мест. Есть для нас условно два вида нелегальных перевозчиков. Не более это категория B еще. Более 8 мест это категория D, где уже жестче немножечко требования идут. Вот. То есть, каким образом эта связка устроена? То есть, сначала исчезли, условно говоря, государственные перевозчики, и появились нелегалы им на замену, потому что надо было людей перевозить. Или сначала появились нелегалы условные, и в итоге пассажирские государственные перевозчики теряют в доходах. Ну, государственные, я так в кавычки беру, да? Им нерентабельно работать, и они уходят с рынка. Давайте я объясню. За последние полгода я много раз собирался с нелегальным перевозчиком. То есть, я когда пришел на пост генерального директора, я сразу... Генерального директора... Я сразу пытался наладить диалог с теми таксистами, которые у нас полностью облюбовали и автовокзал. Мне так и говорили, что мы с 90-х годов здесь. В 90-х годах у нас еще не было проблем с транспортом. Районы начали только буквально последние два года терять автобусное сообщение. И они в открытую говорят, сначала мы платили бандитам, потом мы платили силовым структурам. Они этого не скрывают, они даже называют конкретной фамилией. Почему у нас, опять же, не придается этому огласка, я не знаю. Плодили, чтобы их не трогали. Чтобы их не трогали. Сейчас мы всех таксистов с автовокзала убрали. Они переместились рядом с автовокзалом, поступают угрозы, что у меня машина скоро сгорит, автобусы начнут у нас страдать. Но это своего рода люди, которые застряли в 90-х. И, наверное, кто-то им все-таки оказывает какую-то поддержку, раз они все-таки пытаются нам угрожать, полугосударственному предприятию, пытаются угрожать, что они нас отсюда выживут. Наверное, это просто моразм с их стороны, и мы им это докажем скоро. Денис, они до сих пор указ в автовокзале. Можем сейчас ездить, их там нет. Нету? С прошлого четверга, уже неделю, мы всех оттуда выгнали. Я весной где-то последний раз говорил. Тогда было, да. То есть постепенно просто это мы ввели к тому, что мы их уберем. Соответственно, сейчас очень плотно работает охранное агентство. Группа быстрое реагирование дежурит на автовокзалах. И уже неделю ни одного таксиста указ нет. Вы поменяли чок, нет? Поменяли чок, да, которые были лояльны к ним. Соответственно, недавно на заседании в апреле АЗС выступал глава Лебяжского района. Как раз этот район потерял автобусное сообщение. Он четко сказал, что мы не можем бороться с нелегалами. Они нас задушили. Мы звоним в ГИБДД, приезжайте, накажите. Вот нелегалы. Приезжают, их не находят, не наказывают, нас наказывают. Вчера у нас был подобный случай. В понедельник я пишу письмо в транспортную инспекцию. Описываю строго всем машин-перевозчикам, которые и где надо их проверить. Я знаю, во сколько они ходят. Приезжают транспортные инспекции и наказывают нас. За что? Мне за тахограф, ну там за все можно идти. Раз уж приехали, надо кого-то наказать или что-то. Соответственно, у меня желание писать больше от пола. Зачем мне получать штрафы? Вот у нас так борются с нелегалами-перевозчиками. У нас палочная система. Если есть задание съездить в наряд, значит надо привезти палку оттуда. Нелегальных перевозчиков, не знаю, почему не трогают. У меня очень больше вопросов, я его задам транспортной инспекции. А легальных перевозчиков, таких как мы, которые платят по 90 миллионов налогов в год, почему-то наказывают. Пример, опять же, Лебяжский район. Мы обслуживаем, у нас филиал в Лебяжском районе, мы весь район обслуживаем. У нас там несколько маршрутов, все населенные пункты мы обслуживаем. И за счет того, что раньше Лебяжья-Киров был маршрут прибыльный, мы как-то оставались на плыву. Сейчас у нас этот район тянет в год 2 миллиона убытков. Я приезжаю к главе Лебяжского района 2 месяца назад. То есть просто не заполнены автобусы? Потому что нелегалов ездят 4 машины. Я приезжаю в Лебяжский район, задаю главе вопрос, и я говорю, ну, вы с ними боретесь как-то? Также поступает информация, что глава Лебяжского района сам приезжает на автостанцию нашу, стоит наш легальный автобус, и рядом нелегал. Он садит своих друзей, родственников, знакомых к нему. Я задаю ему этот вопрос, он говорит, а я куда хочу, туда и сажу. Я говорю, да пусть тогда ваши нелегалы обслуживают ваш район. Он такой, нет, они не будут, они убыточный район. Нам его никто не компенсирует в той сумме, которая необходима. То есть, соответственно, я, передавая привет главе Лебяжского района, в открытую говорю, что мы пытались наладить контакт. А с нелегалами никто не борется. Я ему задал вопрос, вы в курсе, что они не платят налогов? Он сказал, да, я в курсе. То есть он в открытую занимается халатностью. Я более чем уверен, что со следующего года мы этот район не будем обслуживать. То есть есть полгода сейчас, чтобы главе Лебяжского района задуматься, с кем он дружит. Либо с нелегальными перевозчиками, которые никуда ничего не платят и рискуют безопасностью дрожжения. Либо с нами, мы филиал там открыли, у нас есть механик, медик, автостанция там. Зачем нам это надо? Нас никто не датирует на тот объем, который необходим. А государственные рычаги какие-то есть все-таки, чтобы убрать нелегальных перевозчиков? Я вижу такие. То есть следует, мне кажется, задуматься все-таки о том, что нелегальные перевозчики льготников, например, не возят за полцены. Ну, условно, да? Ну, смотрите, у нас когда в 2015 году адрес нас ввели, льготники практически на 90% исчезли. Соответственно, сейчас там даже те категории граждан, которые пользуются льготами, с 2015 года ими не пользуются. И, соответственно, какая разница ехать с нелегальным перевозчиками или с легальным? Что касается законодательства, то, безусловно, все это можно исправить. Закон о такси необходимо просто ужесточить. Должна быть конкретная привязка по выдаче разрешений не только к автомобилю, но еще и к водителю. Соответственно, если у него были... Как у нас по категории D, да? Ты там не моложе, 20 лет должен быть там... Год стажа. Да, то есть стажировки все проводятся. Здесь ничего этого не делается. Соответственно, это нужно ужесточать. Дальше необходимо вводить... Это нелегальный бизнес. Необходимо вводить конфискацию орудия совершения преступления, конфисковывать автомобили на законодательном уровне. Как только мы начнем арестовывать автомобили, помещать их на штрафстоянку, тогда они перестанут этим заниматься. Что касается категории D, более 8 мест, то закон, как же Сергей Николаевич сказал, закон все-таки на стадии разработки, когда приезжал заместитель министра транспорта Российской Федерации, он подчеркнул, что закон все-таки будет принят. Понятно, что это не все так быстро делается. И, соответственно, необходимы рычаги поддержки легальных перевозчиков, которые хотят работать, работают под белым схемом, пытаются развиваться, платят большую сумму налогов в год, как мы, таких перевозчиков там у нас в Кирове, немного в Кировской области. Надо их как-то поддерживать. То есть, безусловно, давайте мы не будем платить 90 миллионов, а купим на эти деньги автомобили, и будем лучше, чем нелегальные перевозчики по качеству транспорта. Но тогда у нас в области не останется крупных налогоплательщиков, если каждый будет думать только о своем кармане. А нелегалы это просто не видят. По нашим подсчетам, в месяц мы теряем недополученную выручку около 5-6 миллионов от действий нелегальных перевозчиков, только которые я смог посчитать, которых я знаю, которые находятся рядом с автовокзалом, ездят по маршрутам, которые я вижу и знаю. Соответственно, в год это примерно 70 миллионов. Не надо нам никаких субсидий. Уберите нелегальных перевозчиков, и все. И мы не будем просить субсидий. А иначе мы просто загнемся, нас выживут с рынка. Мы не можем ездить по адресам и собирать пассажиров. Потому что у нас есть строго утвержденное расписание. То есть, условно, пассажиры ваши должны подойти на автостанцию или вместо остановки авто? Нет, мы же по городу тоже останавливаемся, конечно. Кто хочет пользоваться такими услугами, это такси уже. А нелегалы, они прямо к подъездам подъезжают. Есть и такие, которые подъезжают. Но это уже услуга такси, которая должна стоить дороже. И не каждый житель сможет себе это позволить. Потому что если они начнут выполнять все требования, которые предусмотрены законом о такси, это тоже, помимо разрешения, необходимо иметь путевой лист. Проходить предрейсовый медицинский осмотр, предрейсовый осмотр всех состояния. То есть, все это должно проводиться. Но ничего этого, как правило, у них нет. Останови любого токсиста на дороге, и там можно убедиться, что нет ни путевого листа, или они записаны на месяц уже вперед. Вот и все. Давайте небольшой подыток подведем, такой вывод для слушателей. Я надеюсь, сейчас все поняли, да, о чем мы говорим и в чем проблема. Проблема, ну, понятно, для предприятия, для Кировпассажиров, автотранс, недополученная прибыль и так далее. Но для пассажира, давайте еще раз проговорим. Пользуясь услугами нелегала, отдавая деньги из рук в руки ему, пассажир не застрахован. Да? В случае что, при учете того транспортного потока, который сейчас у нас на дорогах нашего региона, риск все больше и больше, собственно, попасть в какую-то ситуацию нехорошую. Мы не застрахованы. Что еще мы недополучаем, пользуясь услугами? Нелегального перевозчика. Мы не знаем, в каком состоянии водитель. Может, он вообще лишен прав. Мы не знаем, в каком состоянии автомобиль. Спал ли водитель, то положено количество времени. То есть, никто за это ответственность не несет. Безусловно, нелегал не предоставляет никаких льгот, в отличие от нас. По качеству транспорта, не сказать, что у нелегальных перевозчиков лучше. Если у нас, мы в этом году обновились на 7 единиц техники, еще 2 единицы заказали. У вас большие автобусы ходят, да? Нет, у нас есть и микроавтобусы. Безусловно, что малый класс на предприятии начали вводить последние 2-3 года, потому что пассажиропоток стал падать просто на большие цифры. А малый класс, это более компактные, с меньшим количеством. То есть, это примерно 15-16 мест. 18-20 мест. И, соответственно, на те маршруты, где низкий пассажиропоток по межгороду, мы ставим малый класс транспорта. Говорить, что у них лучше транспорт, я говорю, нет, у нас как минимум 9 машин в этом году уже будет новых, за прошлый год, за прошлый немного закупали. Но я говорю, тут не надо забывать, что все хотят пользоваться бесплатными услугами, ходить в больницу, лечить зубы бесплатно, но кто-то за это должен платить. Где на собираемость налогов? Ни один нелегал, но я уверен, он не платит налогов. Легальная, которая имеет свой ИП, может быть, что-то платит, но и то не в том объеме. Мы же платим, я еще раз говорю, 90 миллионов в год. Это большая сумма. Эти деньги идут не кому-то в карман, а как раз на обеспечение здравоохранения, социальных нужд, то есть на развитие региона. Но с чего тогда брать деньги, если мы все будем ездить на такси? Ну, закроются наши предприятия, а с такими темпами нам недолго осталось. Закроемся мы, с следующего года не будет. Область потеряет 90 миллионов в год налогов. Ну, не область, все уровни бюджетов, куда мы платим, будут одни нелегалы. Ну, соответственно, все у нас станет платное, в поликлинику не сходишь бесплатно. Вот я сейчас вспоминаю, обращал ли на эту тему внимание губернатор или другие руководители области? Обращал ли, Денис? Как-то про лес все в последнее время говорим, про здравоохранение, про медицину. Не сказать, что нет поддержки от Министерства транспорта, и не сказать, что нет поддержки... Все-таки область — это один из учредителей, ключевой учредитель Кирова пассажиров. Нас слышат, безусловно, нам помогают. То есть мы с Министерством транспорта в тесных взаимоотношениях... То есть не сказать, что нас не слышат, но есть барьеры в федеральном законодательстве. То есть не все так просто. На уровне региона многие вопросы не решить. Соответственно... Но есть вопросы, которые можно решить. Которые можно, да, мы, в принципе, решаем. Но я говорю, у нас необходимо создавать большую межведомственную комиссию, я бы даже сказал, наверное, под руководством либо губернатора, либо Александра Анатольевича, первого заместителя губернатора. Потому что, да, и куда должны входить все структуры. Налоговая, потому что здесь, я еще раз говорю, к налогам большие вопросы. Прокуратура, УГДН, транспортная инспекция, ГИБДД, Министерство транспорта. Потому что, как сейчас получается, мы все порознь и не можем договориться. Вот я привожу пример. С ГИБДД не можем договориться, с УГДН практически там... Есть контакт, хороший контакт, но есть сотрудники, которые не ради выполняют свои функции. Там, как инспектор, который приехал, например, вчера, да. То есть мы написали, да, жалобу, необходимо ее проверить, но почему-то там наказывают тех, кто написал. Но почему-то это все обернулось по партиклассу. Инициатива наказуема. Понятно, что сейчас все, я замолчу, да, и не буду условно там биться с нелегальными перевозчиками. Но это тоже неправильно. Потом мне же скажут, а почему ты молчал? Соответственно, ну вот как-то так. УФАС тоже. Сейчас мы подали УФАС на одного перевозчика. Если все-таки вынесут решение в нашу пользу, то я думаю, что начало будет положено. И начало будет положено серьезной борьбе с нелегальными перевозчиками. УФАС вы подали заявление по поводу недобросовестной рекламы. Недобросовестная конкуренция. То есть ездят по тому же маршруту, что ездим мы. Соответственно, не соблюдают ни расписания, не имеют права, нет карты маршрута. Да какое там расписание? Салон полный, все, поехали. Мы уже таким перевозчикам будем предъявлять потом иски многомиллионные. У нас реклама сейчас будет небольшая, как обычно. Константин Сичихин, Денис Перлок, Сергей Федянин, наши гости. Про пассажирские перевозки в районах области мы говорим сегодня. Проблема нелегальных перевозчиков. В очередной раз ее затрагиваем. Продолжим очень скоро. Интересный у нас разговор, да. Тема очень обширная, очень сложная. И все-таки, да? Многогранно. В какие-то рамки хотелось бы, да. Сергей Николаевич, Сергей Федянин, я имею в виду начальник отдела транспортного контроля Министерства транспорта Кировской области. Вот в самом начале вы сказали о прекращении сообщения с Кировым, с пяти районными центрами. Вот Министерство транспорта просто констатирует этот факт? Или в ваших силах все-таки что-то предприняет для того, чтобы возобновилось это движение? Сообщение? Участвуем в контрольных мероприятиях. Активно участвуем. У нас есть разработан совместный график, совместных проверок. Нет, давайте определимся, надо ли восстанавливать сообщения. Вот эти пять маршрутов, пять районных центров. Лебяжье, Нагорск. Я считаю, что надо восстанавливать, потому что население едет в такси, такси и пассажирские перевозки по заказу, они могут сегодня быть, а завтра их может и не быть уже. Таксист, он пожелал сегодня выйти на линию, вышел и так далее. А вечером он выпил, а завтра не вышел. Видите, дело в том, что разрешение, которое таксист получил на деятельность, оно дает право заниматься, но не обязывает его ездить каждый день, допустим, из Лебяжки. Конечно. Он сегодня себя, ну, решил картошку в огороде выкопать или съездить, ходить в гости. Все, он уже не поехал. Решил себе сделать выходной. В отличие от киров пассажира автотрассы, где люди рассказывают, да, что в любом случае ехать надо. Поясни мне одно. Что мы поднимаем под нелегальными перевозчиками такси? В большинстве случаев таксисты, они имеют разрешение. Они имеют. И по межгороду, который ездит, по муниципальным маршрутам, и по регулярным пассажирским маршрутам. В большинстве случаев у них есть это разрешение, которое дает право... Разрешение, насколько я помню, оно не такое уж и дорогое, которое дает... Тысячу рублей на пять лет. Тысячу рублей, пять лет, это вообще ни о чем. Они имеют. Он отобьет эту тысячу за один рейс. Так, вас кто-то упорно добивается. Отключите, пожалуйста, звук. Денис Пролог, да. Не большинство, я бы, наверное, даже сказал, может быть половина, потому что у меня был список из 70 машин, которые стоят рядом с автовокзалом. У нас в Кирове. Да, я его проверял через сайт Министерства транспорта, только примерно у 20 есть разрешение. Ну, там номера фиксируются, госномера, да. А почему нет, если стоит всего тысячу рублей? Процедура сложная получение. Вы получили разрешение, вы уже на виду. А, ну понятно. Чтобы не светиться. У вас должно быть либо ООО, должны проверить по налогам, если у вас 300 машин на фирме, а я знаю, есть Киритакет, где фирмы, на которых 300 машин, понятно, что это все... Ну, числятся 300 машин разрешений. Понятно, что это выдается все за деньги, скорее всего. В этом тоже надо разбираться. И когда придет там налоговая проверка, например, когда кончатся налоговая каникулы, скажут, а что у вас, почему вы сдаете прибыль в год 5000 рублей, когда у вас 300 машин? Ну, не может же быть, что они у вас просто стоят и ничего не делают. То есть вы уже на виду. И многие этого боятся. Штраф для них, для нелегалов, в среднем 5000 рублей, да, за то, что не выдал билет или еще что-то. Ну, как в среднем? Это четкий штраф 5000 рублей. Вероятность того, что ты попадешь больше, чем один раз в год, она мала. А нелегальный перевозчик, вот только Киров пассажиров за прошлый год проверили 4 раза транспортная инспекция. В этом году уже 2 раза проверили. Помимо транспортной инспекции еще проверок приходит под десяток в год, не по разу проверяют. То есть зачем светиться людям? Ну, понятно, да. Давайте вернемся к Сергею Николаевичу все-таки... Поближе микрофон, пожалуйста. Что же делать вот с этими районами, где пассажирского сообщения нет? То есть в Министерстве транспорта-то думают как-то вернуть туда? Вы сказали, что надо возвращать. Да, я считаю, надо возвращать. И как действовать? Ну, в настоящее время я уже еще раз повторюсь, что проверки, это участие в проверках, это выявление, пресечение и наказание лиц, которые совершают эти нарушения, занимаются нелегальным бизнесом. Например, скажу, что с начала 2017 года по настоящее время, вот свыше 8 пассажирских мест транспортным, на 680 тысяч вынесено штрафов с начала года. Это район. А они есть, по-прежнему. Ну, как, допустим, я могу сказать конкретно по районам. Тужинский, Инвятскополянский, Оречевский, Нагорский, Даровской. Это и так далее. Там есть Киров в том числе, Зуевка, Богородский район. Это есть. Это мы принимаем участие, выезжаем, контролируем. Поясните, при каких обстоятельствах, хотя, накладываются штрафы? При выявлении, да, это совместная проверка. Госавтоинспектор, сотрудник. Да, межрегиональное управление, территориальное управление. И проверяют. То есть вот эти штрафы вынесены за отсутствие лицензии и за отсутствие карты маршрута. То есть это вот те нелегалы, которые у нас возят пассажиров. Далее, по такси. По такси у нас было 19 проверок. 19 проверок. То есть не 19 проверок, а 19 нелегальных перевозчиков выявлено за последнее время. За последнее время это уже купили? Да, это 17-й год и по сегодняшний день. Вот, 19-й. Я о чем повторяю, что в большинстве своем таксисты имеют разрешение. Имеют. У них могут быть другие нарушения. То есть это отсутствие опознавательного фонаря такси, отсутствие цифрографической схемы, информации в салоне и так далее. Ну, путевой лист, опять же. Путевой лист может быть, но бывает так, что путевой лист есть, а предрессия медосмотра не пройден. За это следует административное наказание. В общем, много нарушений. Много нарушений. Я считаю, что контрольное мероприятие и выявление это вот серьезное. Подождите, вот я правильно понимаю, если с рынка уберут нелегалов вот на этих пяти маршрутах, в этих пяти районах, то там появятся условия для появления и работы легального перевозчика. Потому что если мы затянем, то предприятия обанкротятся, не разворуются, но потеряют свою технику. Люди разбегутся. То есть это нужно принимать буквально в ближайшее время. Хочу добавить еще, потому что сказал Сергей Николаевич, работа, безусловно, ведется. То есть в апреле, как раз на заседании пленарном в АЗС, Михаил Николаевич Поршнев выступал с большим докладом. По поводу и пассажирского транспорта, и железнодорожного, и авиасообщения. То есть были предложены масса мероприятий. Депутаты в большинстве случаев поддержали, за исключением нескольких депутатов, которые так и сказали, зачем нам датировать предприятие, пусть нелегалы ездят. Но минусы я уже обозначил. Но хотите потерять налога, понятно, пусть ездят нелегалы. Соответственно, сейчас это просто небыстрый тоже процесс. Пока будет формироваться там бюджет на конец года. То есть мы надеемся, что все-таки будут включены те пожелания, которые и мы, перевозчики, и Министерство транспорта озвучивало. А это хотя бы пока... Давайте еще раз озвучим. Субсидирование пассажирских перевозок, пока мы не найдем порядок с нелегальными перевозчиками. Субсидирование. А сейчас субсидирования вообще нет. Второй год уже нет субсидирования. Обрезали. Льготы субсидируются, но это маленький объем. А недополученная прибыль по убыточным маршрутам, она не субсидируется в трой год. Я правильно понимаю, что за последние 5, условно говоря, лет сумма общей субсидий по области упала в 10 раз? Все меньше и меньше, да? За последние... Нет, подожди, в 10 раз. Ее вообще нет сейчас. Нет, сейчас ее нет. Льготники субсидируются, а те... Раньше была еще субсидия по недополученной прибыль, то есть, соответственно, есть убыточный маршрут, но который нужно обслуживать. Пусть там деревня, где 20 человек живет, ее все равно нужно обслуживать, потому что не оставить бабушку с дедушками, без сообщения транспортного, и в больницу съездить, и за продуктами куда-то. То есть, на таких маршрутах мы катаемся. У нас из 65 маршрутов Киров-Пассажер страны только 8 прибыльных. И так, давайте, минута остается. Субсидирование все-таки подумать над возвращением, да? Субсидирование. Борьба с нелегальным переводчиком, причем уже острая фаза должна борьбы быть, потому что тянуть дальше некуда. Расстреливать, что ли, острая фаза? Ну, нет, я же говорю, что нужно создавать миссионерскую комиссию, и каждая инспекция что-то найдет у того или иного нелегального переводчика. То есть, существующими механизмами, методами, настолько на них, ну да, законными, надавить. Менять законодательство в части конфискации транспорта у нелегалов. Менять, да, законодательство федеральное, то есть, чтобы позволяло нам это законодательство, ну, законы определенные позволяли сделать те или иные движения. Ну, и, понятно, в рамках борьбы с нелегальными переводчиками проводить больше рейдов. Но знаю, что есть сложность, в министерстве транспорта мало людей. То есть, соответственно, нужно увеличивать штат. Вот и все. Ох, сейчас слушатели-то скажут. А-а-а, чего они требуют-то? Ну, я думаю, что, может быть, в каких-то других ведомствах можно кого-то сократить, а в министерстве транспорта добавить. Это мое пожелание. Не, ну, со штатными единицами в ГИБДД очень большая проблема. Это выяснилось в Советских Полярках, когда мы были на совещании, когда там инспектор, который раньше занимался автотранспортом, его сократили просто-напросто. Но, как известно, в начале этого года указан Путин 10 тысяч сотрудников. Сейчас опять у ГИБДД идет большое сокращение, будет осенью, да, и в итоге мы с вами получаем, что получаем, что у нас на дорогах некому работать просто-напросто. А в кабинетах люди сидят, а на дорогу им лень иногда выйти. Итак, завершаем на этом первую часть дневного разворота. Вернемся обязательно к этой теме. Не прощаемся с вами, слушатели. Сейчас у нас новости, тематические программы и продолжение разворота после 12.05. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова